комендатуру артиллерийскому минометному обстрелу, полностью разрушив здание. После этого немцы пошли в атаку, но прицельный огонь из ДОТа и развалин комендатуры их остановил. В этом бою погибли капитан Еременко и старший лейтенант Кошкин. Тяжелое ранение получил политрук Нихаев. Рядовой Шевченко, связав две последние гранаты, взорвал их, когда немцы подошли к нему в одну. Оборону комендатуры возглавил лейтенант Андреенко. Под его командованием пограничники в полном окружении сражались до темноты, укрываясь в развалинах комендатуры и ДОТе. Ночью лейтенант Андреенко приказал оставшимся в живых пограничникам разбиться на группы и прорываться к своим. Удалось это немногим, в их числе и тяжелораненному политруку Нихаеву, который выжил и впоследствии рассказал о защитниках комендатуры. Шесть пограничников по главе с лейтенантом Андреенко, не сумев прорваться через кольцо окружения, вернулись в развалины комендатуры. Утром немцы атаковали их позиции и после нескольких часов боя пограничники вынуждены были укрыться в бетонном туннеле, ведущем к ДОТу. После полудня со стороны границы к мосту подошла автоколонна противника, которая была обстреляна из ДОТа. Немцы забросали ДОТ гранатами, проникли в него и обнаружили туннель. Попытавшиеся проникнуть в него несколько немцев были убиты, остальные оставили дальнейшие попытки проникнуть в ДОТ. На третий день пограничники предприняли попытку прорыва, обстреляли и забросали гранатами автоколонну противника, но были вынуждены вернуться в туннель. Немцы завалили вход в туннель и забросали его дымовыми шашками, отравив последних защитников комендатуры. Насколько ожесточенные были бои на этом участке границы, свидетельствует такой факт. За Кибартаем, на возвышенности Рогашкальниц немцы захоронили своих погибших солдат, ставя на каждой могиле порядковые номера. По свидетельству местных жителей, к концу первой недели войны здесь уже была могила номер 724. В Санкт-Петербурге проживает дочь выжившего политрука Нихаева Валерия Ефимовна Шнабель. Ее воспоминания о начале войны, судьбе отца и своей семьи, войдут в новый сборник рассказов, которые на данный момент готовятся в печаль. На сцене Кирилл Милюкшев. Я шлю тебе письмо из сорок года. Кирилл Милюкшев. 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 Я думаю, что все-таки могу выдать небольшой секрет. Когда мы возвращались из рассеяния с Кириллом, он задал такой риторический вопрос. Как можно вот эти песни петь без слез, спокойно? Ну, вы видите, эмоциональный срыв Кирилла, но поет он замечательно. Сегодня исполняется 78 лет. Кирилл, это тебе. Сегодня исполняется 78 лет с того дня, как началась Великая Отечественная война, продлившаяся долгих 4 года. А завтра от выстрелов фашистов погибнет деревня Аблинка, что в 40 километрах от Квайфеля. 42 мирных жителей Литвы станут одними из первых жертв массового уничтожения людей фашистскими нелюдями. Сейчас и этим погибшим крестьянам не дают покоя. Новоявленные историки пытаются свалить вину за эти зверства на Советский Союз, придумывая некие таинственные партизанские отряды и прочую чушь. В то время, как на многих заставах до сих пор покоятся останки пограничников, чьи родные так и не узнали, где похоронен их сын, брат, отец. На сцене Игнатий Тимонов. Субтитры создавал DimaTorzok От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей травой. Только грозная доблесть и поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный огнит, мы в груди храним. Посмотри на моих бойцов, целый свет помнит их лицо. Год застыл подальем в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть им нет двадцати пяти, крупный путь им пришлось пройти. Это те, кто в шпики поднимался как один. Те, кто брал в твердь. Нет в России семьи такой, Где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат С фотографией увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд Для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя Ни солдат, ни обмануть, Ни с пути свернуть. Дорогие клайпичане и гости города. Спасибо вам, что в этот скорбный день вы были с нами. Мы уверены, что память о безвинном погибших будет сохранена И никогда именно героев не канут в лето. Каждый год мы проводим акцию «Свеча памяти». Каждый год мы рассказываем и будем рассказывать о судьбах советских солдат, На чью долю выпала первая встреча с фашистами в июньский день 41-го года. Хотим поблагодарить нашего бессменного звукооператора Романа Крыльюка. Клайпичских артистов Ольгу Кротову, Илью Разумилова и Игнатия Семенова. Артиста из Санкт-Петербурга Кирилла Мелюкскица. Отдельно мы хотели бы поблагодарить Владимира Кондратьева За то, что благодаря ему сохраняется хроника мероприятий, Посвященных нашим советским солдатам. И хотим вручить ему скромный подарок. Владимир, опустите, пожалуйста, свою аппаратуру. Вы нам нужны. Хотим вручить ему скромный подарок книги, которые мы издали за последний год. В них судьбы советских пограничников и тех, кто познал, что такое фашистский концлагерь. Ну вот, какой-то кусочек нашего концерта из хроники выпал. И в завершении памятного концерта в исполнении Кирилла Мелюкскица прозвучит песня «Руравли». До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok